Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена. И вновь возвращаемся к консервации, поскольку я ее делаю для себя. Сегодня у нас икра из баклажанов, что называется классический вариант. Что это такое, я сейчас вам расскажу. Первона-первона-то запечь баклажаны. Я это все делала еще вчера. Чем удобно заготовка делается, баклажаны перепекаются. Вам необходимо будет 6 килограмм сырых баклажанов. Запекаются они на листе. Никогда не запекайте многослойно. Баклажаны их надо запекать в один слой. Может быть вам придется это делать несколько раз, как не три раза. Предварительно баклажаны прокалываются ножом, для того, чтобы их не разорвало. Запеченные баклажаны, как проверить, что он запекся. Корочка из кожицы будет твердая. А если нажать аккуратно пальцем, палец начнет продвигаться в мякоть. То есть вы почувствуете, что баклажаны внутри мягкие. Значит баклажаны испеклись. Кто испекется чуть больше, чуть меньше, это не имеет значения. Если делаете как я со вчерашнего дня, сегодня надо будет аккуратно мякоть извлечь из баклажанов, чтобы только одна корочка осталась. Вот корочку мы не используем, мы ее выбрасываем. А мякоть брутально порубить на кусочки. Вот у вас в результате 6 килограмм баклажан получится примерно вот такая порция мякоти печеных баклажан. Здесь на столе далеко не весь набор, который мы с вами будем использовать, но то, что у нас подлежит показу, будет демонстрироваться пошагово, когда я буду эти продукты использовать. На столе, допустим, вот вы видите краснеется, это 600 грамм помидор. Еще на низком старте находится 600 грамм морковки, 600 грамм лука, 600 грамм болгарского перца. Но все это я буду вам показывать отдельно. Ну и конечно, куда же без зелени. В эту икру идет укроп, петрушка и, если любите, кинза. Я люблю, у меня все уже порублено, порезано. Ну что ж, начнем боять, дорогие мои друзья. Но начнем мы не с баклажанов, а начнем мы с того, чтобы набирать вкус. Дело в том, что на печеные баклажаны рассчитывать не стоит. У них достаточно нейтральный вкус, а вкусовые качества этой икры будут набираться за счет прожарки овощей. И начнем мы прожарку, как всегда, с морковки, которая имеет достаточно плотную мякоть. Соответственно, чтобы ее прожарить, ее надо опускать первой. Но обо всем по порядку. Жир, которым будете жарить, обязательно раскалите. Иначе продукт, который вы положите в холодный жир, будет вариться, а не жариться. Обратите внимание, у меня морковка находится в пакете. Это говорит о том, что я все процессы сделала вчера. Почистила морковку, потерла ее на терке. А сегодня можно спокойно заниматься икрой. Учитывая, что это многослойное блюдо, всегда заготовочку лучше делать накануне. Поверьте мне, оно того стоит. День потратили на заготовки. Например, это все сделано вчера. Попечены баклажаны, почищены морковки. В таких же пакетах у меня находится болгарский перец и лук. Но до них у нас еще руки дойдут. Итак, морковка зарумянилась. От нее идет аппетитный вкус жареной морковки. Теперь очередной пакет, заготовленный со вчерашнего дня. Это крупно порезанный пластинками лук. Тоже 600 грамм. И сразу сюда 5 столовых ложек сахара с горочкой. Для чего? Во-первых, лук с сахаром лучше жарится. Это раз. Во-вторых, у нас икра будет потом еще жариться здесь помидоры. Когда появится кислая следа, сахар ее уравновешит. Немножко золотим лук. Глаз не спускаем, чтобы не начало гореть. Потому что лук с сахаром жарится достаточно быстро. Сахар превращается в карамель. И тут главное не упустить момент. Лук золотился. Насколько его прижаривать, это зависит от вашего желания. В любом случае он должен стать прозрачный. И издавать такой приятный вкус жареного лука. Теперь сюда 600 грамм. Из пакета, опять же, вчера порезанный болгарский перец. Теперь уже о жарке не идет никакого, так сказать, разговора. Поскольку пошла продукция влажная. Теперь мы все это дело затушиваем. Готовим основу, в которую мы отправим наши порубленные баклазаны. И сразу сюда 600 грамм помидоров, порезанных кубиком. Легко запомнить рецепт, поскольку всех дополнительных овощей на 6 килограмм порубленных баклазанов, мы берем по 600 грамм. Не забываем про специи. Во-первых, сразу могу сказать, что надо добавить соль. По рецепту соли нужна столовая ложка с горкой. Но я думаю, что мы будем пробовать еще. Если окажется мало, сюда можно добавить. Сюда же отправляем пол чайной ложки молотого перчика, душистого или черного, как вам нравится. Перемешиваем. Даем этому всему обменяться соками и слегка протушиться. Теперь пару слов о будущем процессе. Я вам могу сказать, что если вы хотите получить продукт икра-икра, то тогда то, что вы видите, нужно перебить блендером, а потом туда засыпать баклажаны. Я люблю фактуру, поэтому с овощами бороться не буду. Сохраню их в том виде, в котором они есть. Высыпаю сюда баклажаны, порубленные достаточно. Брусально, брутально, крупненько. Но тем не менее, сейчас это все надо предварительно промешать. Мы, засыпав свои баклажаны, будем все совместно тушить около получаса. Не забывайте, пожалуйста, помешивать, поскольку все достаточно густое. Пригар вполне может быть. Ну и последний ингредиент. Это наша зелень, которую мы сейчас благополучно добавим прямо сюда. Еще раз все тщательнейшим образом перемешаем. Это сытно, вкусно, интересно. Ну, когда я, например, не перебиваю блендером овощную основу, у меня чем-то как бы на вид напоминает сатэ. Но, однако же, дорогие мои друзья, это натуральная баклажановая икра. Если все потом совместно еще перебить блендером, у вас получится однородная масса, как и должной икре. Значит так, огонь у нас достаточно бурный, поэтому моя задача в течение получаса эту массу постоянно мешать. Полчаса я тут не отхожу, ложкой ворочаю, для того, чтобы не пригорело, и то все на грани. Будьте в этом плане осторожны. Добавила еще столовую ложку соли, поскольку малосольным мне все дело показалось. И последний этюд, 9 чайных ложек уксуса, добавляем сюда. Если хотите, чтобы уксус был уравновешен сладостью, можете еще по вкусу добавить сахар. Слава Богу, фантазия здесь приветствуется. Чем дальше занимаемся? Если хотите икру в том виде, в котором привыкли, после того, как снимите с огня, пробейте блендером, будет однородная масса. Я же себе сделала, как гарнир, к шашлыку. По вкусу все это напоминает овощегриль, который мы подаем себе как дополнение. Поэтому сохраню и вид, и все. В принципе, заготовка готова, для того, чтобы отправиться в банки. Итак, наша икра разложена в банки. Кто смелый, может сразу закатать после тушения. Но я перестраховщица, учитывая, что я при комнатной температуре храню консервы. Я с момента закипания вот той конструкции, которую вы только что видели, это стерилизатор мой, час буду стерилизовать. И только тогда окончательно закручу банки. А с вами была Елена.